Доброе утро, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангела, с вами Народный Батюшка, мира и добра вам от Пресвятой Троицы. Чудеса. Чудеса у нас принимаются как необычность бытия, как что-то то, что не должно было быть, а оно есть. Больше того, мы с вами видим эти чудеса в Евангелии, как Господь их как бы показывает, как мы с вами слышим, как Он кормит людей хлебами, как Он ходит по воде, как Он проходит сквозь стены. Это всё мы называем чудеса. Но, когда мы с вами осознаём, для чего нам дано Евангелие и что в нём должно нам быть как бы воспитательным и установителем в нашей жизни понятиями, то мы с вами должны осознавать, что чудеса должны переходить в обыденность. То есть, Господь нам показал нового человека в образе Иисуса Христа. И этот новый человек в этих чудесах живёт как в естественном жизни. То есть, это окружающим было странно, что Господь ходит по воде и Господь там усмиряет буря и всё остальное. А для Христа было естественно. Он нигде, грубо говоря, сам не удивляется, что Он сквозь стену прошёл. Так вот, вы бы шли-шли и раз сквозь стену прошли. Как бы вы себя вели? Или подошли к воде, вступили и идёте по ней? Ну, вы помните, как напугался, да? Апостол-то уж, вот Господь, Он знает, что Господь говорит, вступил, он вступил, встал на воду и вдруг напугался. Мы только так можем воспринимать это состояние, которое для нас необыденное. Но Христос показал эти состояния, как обыденные в будущем. То есть, для человека будущего, нового человека, который родился от Христа и в святом крещении приобрёл сыновство Христова, это будет абсолютно нормальная жизнь. Это все будут ходить по воде, святые, все будут ходить сквозь стены, все будут иметь отношение с ангелами. С ангелами и со всеми силами. Они будут знать и ощущать, как ангельские силы им помогают. И я скажу, что на самом деле, если мы задумаемся, как воплотилось то, что Господь вот тогда показал, то мы сейчас ведь вообще не удивляемся, что взял телефон и поговорил с каким-то дальним человеком, который находится на другой стороне земли. А ведь во времена Христа скажи такое, что ты сейчас можешь поговорить с апостолом Петром или с апостолом Павлом, который движется к Дамаску, ну было бы, ну как я могу поговорить. То есть у нас ведь вот даже через технические средства эти чудеса потихонечку переходят или перешли в возможность ходить по воде, летать по воздуху, слышать на расстоянии. Да, если надо, и через стены мы теперь пройдем. Как мне один физик, замечательный Сапогин, директор, он тогда был, Курчатовского института, объяснял, что только потому, что мы не осознаем, что может пройти через стену, мы не проходим сквозь нее. Поскольку вот мы сознанием своим держим форму своего тела. Если бы мы осознавали, ну что-то другое, ну ладно, я вам не буду объяснять, это очень сложное немножечко понятие, которое я сам до сих пор, в общем-то, понять не могу. Но все равно чудеса-то происходят. И уже происходят на том уровне, где мы, разговаривая о них, воспринимаем их в какой-то степени такой, как естественное положение, что так и должно было быть. Ну вот, например, мне скинули ролик наших бойцов с передовой. И они рассказывают о чудесах. Вот посмотрите этот ролик. В общем, в группе эвакуации были, получается, штурм, очень страшный штурм. Мы взяли все позиции, которые нужно было. И ребята, те, которые, получается, были двухсотые у нас, мы вытаскивали тела. И получается, один, вот с утра мы проснулись, один наш очень близкий друг, буквально мы покушали, попили, пошел тело другого доставать, ну и там погиб. Когда начали тело доставать его, и уже, ну как, рано-рано утром, и мы почувствовали, когда тело его начали нести, сначала рука такая, ну как будто кто-то гладит по голове. И помогает нам нести. Мы прям, вот человек, ну тело тяжелое. Но этот человек настолько был легкий, мы прям почувствовали присутствие чьего-то. И мы спускаемся, получается, вниз. И это, ну, в душе, Господи, благослови, начались мины лететь. Все, мы, Господи, благослови, помоги, пожалуйста, ну, добраться нормально. И сели. И вот это вот, как получается, мы сели на том месте, куда мы ушли уже, донесли это тело. И получается, как кто-то просто берет вот так вот и сзади толкает нас. Ну что, типа, ну, уходите отсюда, уходите. Буквально мы встали, ушли с этого места, и туда мина прилетела. Вот это было что-то. И мы почувствовали, действительно, что ангелы и Бог помогают и оберегают нас. Это вообще прям Бог есть, он помогает очень сильно, помогает. Как зовут тебя? Александр. Александр, а тебя? Вот так же, когда Роман, вот так же, когда я довел позицию на позицию, молился. Мина в бухнетах прилетела, не разорвалась. Не разорвалась. Просто прилетела и разорвалась. Спасибо, Господи. Слава Богу за все. И, рассказывая их, прямо чувствуется, что они при этом достаточно естественно к ним относятся. Я слышал об этих чудесах от участников Второй мировой войны, например. И вы знаете, как они рассказывали? Это было совсем другое. То есть вот у нас храм мы начали восстанавливать, и там ставил купол. Старенький человек. Ему 80 лет было, когда мы куполочек такой делали. Он его старался, там, и все остальное. Василий. Как он мне рассказал о чудесах своего спасения, и почему он теперь восстанавливает храм, хотя там в 30-е годы сам лично ломал колокольню, то есть вот ронял эту колокольню, а не ее. И вот эти чудеса его привели к вере. Он стал верующим человеком. Но как он рассказывал? С каким прямо таинством, с оглядкой? А уж не назову ли я его сумасшедшим, потому что он их рассказывает? Ну, мне это было понятно. Я уже эти чудеса видел. Но они были только, может быть, мне естественны. Проживая в атеистическом обществе, где все были коммунисты, они были для окружающих не очень естественны. Когда потом он это рассказывал, там, верующий Антонине Баландиной или еще, они, да, они удивлялись, как Бог его спас, как вот действительно у него все произошло. Но не осуждали его, не осуждали его. А вот другим-то вот была женщина, которая была парторгом, ну, верующая, Людмила Максимовна, учительница бывшая и все остальное. Ей он стеснялся рассказать. Он не верил, что она тоже уже верующая, и для нее эти чудеса, как говорится, уже нормальные. А чудо-то у него было. Он, значит, с другом по полю они были, пехотинцы, бежали, и вдруг начался артобстрел. И они спрыгнули в воронку. Но пока они спрыгивали, у него, значит, взрывом, который рядом произошел, снесло каску. И эту каску у него отбросило в соседнюю воронку, как он рассказывает. И я, говорит, в этой воронке сижу и думаю, ну, как же я дальше без каски? И я другу говорю, я пойду за каской. Он говорит, да сиди, а то попадет в тебя. Он говорит, я пойду. И вот он выполз из этой воронки, переполз в другую воронку, нашел каску, говорит, я ее надеваю. Вдруг, говорит, взрыв. Взрыв и прямо в ту воронку, где они сидели. И перед ним падает голова его друга, вот так обрезанная, говорит, как ножом обрезана по шее. Говорит, падает, смотрит на меня и мигает глазами. Я, говорит, в таком ужасе выскочил из этой воронки, в общем, куда-то побежал, а потом думаю, как же Господь меня спас удивительным образом. Я-то думал, это беда, что с меня каску сорвало, хотя, говорит, это было невероятно. Вроде все было застегнуто. Ну, говорит, там всякое бывало. А оказалось, что это мое спасение. Вот он так поверил в Бога. Говорит, дальше я всю войну верил в Бога и, говорит, со мной вообще больше ничего не случилось. Вот такие чудеса. Поэтому, когда с вами сейчас случаются чудеса, то, во-первых, знайте, что это и есть мир, который Христос нам всем объявил. До Христа этот мир должны были только фарисеи, саддукеи, книжники знать. Такой тайный он был, этот мир. Но Христос нам всем его и объявил, и показал, и тысячи, тысячи святых этот мир, зная, сами в этих чудесах жили. Так и вас это все может коснуться. Больше того, я вас уверяю, это вас все время касается. вы живете в этом естественном мире, где чудеса. Люди ходят по воде, потому что у нас даже пароходы ходят, летают по воздуху, ну и все остальное. Ну и дай Бог всем, чтобы Господь тех, кого кто любит его, спасал, чтобы помогал тем, кто любит его. И мы с вами воспринимали это как естественное отношение с Господом. И искали этого естественного отношения с Господом. А они думали, что это просто чудо, которое случайно откуда-то свалилось, каким-то образом нас коснулось. Вот и все. Так что здоровья вам всем, мои хорошие, радости, отношения с ангелами, с благодатью Божией. Аминь. 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 Продолжение следует...